Смотрите сегодня в выпуске. В бассейне «Дельфин» прошло первенство города по плаванию среди студенческих команд. 1 октября исполнилось 3 года военно-спортивному отряду «Барс». Бойцы военно-спортивного отряда «Барс» прошли в финал всероссийского конкурса «Делай, как я». Шестое первенство города по плаванию среди студенческих команд прошло в бассейне «Дельфин». В соревнованиях участвовали студенты Саровского физико-технического института и политехнического техникума. Две золотые, одна серебряная и две бронзовых медали. Такой результат показали саровские пловцы на соревнованиях в Пензе. Для воспитанников спортивной школы «Икар» это первый серьезный старт в сезоне, по итогам которого спортсмены и тренеры могут оценить уровень подготовки к соревновательному сезону. Эти соревнования – начало сезона, растартовка одних из лучших спортсменов данной спортивной школы. Участники соревновались в разных стилях на дистанциях 50 и 100 метров. Юные спортсмены отметили, что соперники были достойные. И чтобы занять призовые места, нужно было потрудиться. Сложно было приспособиться к бассейну, в котором я еще не плавала, и как-то прочувствовать воду. По словам спортсменов, на результат влияют несколько факторов. В первую очередь важна физическая форма. Также важно правильно эмоционально настроиться на заплыв, чтобы не потерять драгоценные секунды из-за волнения и показать достойный результат. Результат был неплохой и нехороший, но можно было лучше. Эмоции были хорошие. Я был раз, когда надо плыла в дистанции. Подготовка к новому сезону у воспитанников отделения плавания началась еще летом. Тренировки у ребят были разнообразные. Как в бассейне, так и на суше. Ребята бегали кроссы, чтобы улучшить дыхательную систему. И выполняли общую физическую подготовку, чтобы укрепить мышцы. Мы готовились, занимались на суши. Были тренировки и на суши, и на воде каждый день. Иногда по две тренировки на воде, одну сушу. И таким образом мы хорошо подготовились. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к следующим крупным соревнованиям, которые пройдут в Сарове 9 и 10 октября. 1 октября исполнилось 3 года военно-спортивному отряду «Барс». За это время воспитанники отряда под руководством координатора Станислава Сорокина стали участниками, призерами и победителями многих соревнований, а также дружной командой. История военно-спортивного отряда «Барс» началась в 2018 году, когда ученики 5-й школы вместе с сержантом запаса Станиславом Сорокиным готовились к соревнованиям «Зорница». Тогда в команде было всего 14 человек. Со временем увеличился не только состав отряда, но и количество всевозможных наград и достижений. Очень большое количество достижений, большое количество заслуг и в военном деле, и в спортивных дисциплинах. Поэтому, наверное, изменилось пока только это, что стало больше достижений. Как таковой коллектив менялся, если только численно, но та дружеская атмосфера, которая была изначально, она до сих пор присутствует. В «Барсе» тренируются разные ребята. Кто-то любит учиться, кто-то занимается спортом, а кто-то тяготеет к искусству. Ульяна Зарубицына в отряде почти два года. Ей удается совмещать уроки в ДШИ-2 и военно-спортивные дисциплины. Девушка признается, что это помогает ей развиваться всесторонне и дарит положительные эмоции. Мне больше всего в душу запала, как мы пришли в «Дельфин», в бассейн, и начали там стрелять. Я сначала думала, как это все сложно, как это все странно, но потом я села, и мне даже очень сильно понравилось стрелять. За три года воспитанники отряда «Барс» стали не просто сплоченной командой, но и дружной семьей. Ребята поддерживают друг друга в любых ситуациях и всегда рады за успехи товарищей по команде. Мы тут все веселые, дружные, сплоченные, участвуем в «Зорнице». Мы достаточно хорошо занимаемся. Выходили много раз на областные этапы, на городских занимали у нас ребята первые места. Ну, в принципе, очень активные и дружненькие. Сейчас в отряде занимаются 33 воспитанника из четырех отделений – старший, средний и младший групп – и подготовительные группы «Барсики», где тренируются первоклашки. 7 октября стартовал крупнейший турнир в киберспорте – The International 10 по Dota 2. Команды сыграют по игре друг с другом в групповом этапе. Матч и открытие будет несколько. Они проходят параллельно друг к другу. Один из них – российский коллектив Virtus.pro. Встретится с Team and Dying, а двукратные чемпионы OG – с Альянс. А Team Spirit сыграют с фаворитами турнира. Групповой этап продлится до 10 октября. Затем начнется плей-офф. Финал турнира сыграют 17 числа. Торпедовцы одержали победу над Сибирью со счетом 3-0, создав солидный гандикап в самом начале встречи. Нижегородцы активно начали встречу. Заработали большинство и открыли счет уже на третьей минуте. Сработала пушка Зията Пайгина. Три минуты спустя счет удвоился. Сибиряки после этого пошли на замену вратаря. Во втором периоде торпедовцам пришлось поработать в обороне. Сибирь старалась давить. Много играла в большинстве. Так что количество опасных моментов у торпедовских ворот по сравнению с предыдущим периодом значительно возросло. Но счет не изменился. В третьем периоде нижегородцы много атаковали. Играли в большинстве. Старались гасить протаскивающие попытки Сибири. Взорвать обстановку. И хотя счет не изменили, сделали главное. Довели встречу до победы. Взяв зеркальный реванш за сентябрьский матч в Нижнем Новгороде. Бойцы военно-спортивного отряда «Барс» Анжелика Баканова и Ирина Борисова прошли финал всероссийского конкурса «Делай, как я». Девушки получили путевки в Москву, где примут участие в конкурсе и отборах в сборную страны по военно-прикладным видам спорта. Ирина Борисова давно определилась с будущей профессией. Девушка мечтает поступить в военно-космическую академию имени Можайского. И по ее словам, «Барс» – это отличная подготовка. В отряде Ирина занимается два года. За это время она участвовала во многих состязаниях. Но конкурс «Делай, как я» стал для девушки наивысшим достижением. На самом деле, я очень долго ждала этих результатов. И как только нам их объявили, я была искренне рада, искренне счастлива. Можно сказать, почти прыгала до потолка. В соревнованиях «Делай, как я» мы принимаем участие первый раз. Для подготовки мы бегаем каждый вечер, качаем пресс, отжимаемся, разбираем автомат калашников, готовим самопрезентацию. Бороться за звание лучшего воспитанника военно-патриотических объединений России Ирина Борисова будет не одна. Ее подруга по команде Анжелика Баканова также достойно прошла отбор на финал. И теперь они вместе готовятся, чтобы достойно представить сорок на конкурсе. Нам дали задачу написать эссе на тему «Равняюсь на героев», посвященную 40-летию ГСН «Выпил». И также нужно было отправить презентацию, либо видеопредставление, как ты себя представляешь, на тему «Мой отряд, моя семья». До финала конкурса остается совсем немного. И девушки под руководством Станислава Сорокина усердно готовятся к состязаниям. По словам руководителя, тренировки стали сложнее, чтобы девушки смогли показать лучший результат и, возможно, отобраться в сборную России. Если мы раньше занимались три раза в неделю, то теперь занятия проходят четыре раза в неделю, плюс ежедневная самостоятельная подготовка. Единственный один выходной день в воскресенье. Потому что очень многое нужно успеть, нужно проверить себя. И если где-то есть какие-то недочеты, у нас буквально три недельки для того, чтобы их установить. Финал конкурса пройдет в Москве. Конкуренцию с саровчанком составят более 90 воспитанников военно-патриотических объединений со всей России. Игры первенства ПФО среди юношей до 13 лет прошли в Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Саров-2009» принимал на своем льду хоккейный клуб «Рубин-2009» из Кузнецка. Спортивный азарт и юношеская энергия дали взрывной результат. Ни один период не обошелся без удалений. Каждая команда старалась найти слабое место противника и реализовать как можно больше голевых моментов. Наши соперники сегодня «Рубин-Кузнецк». Довольно-таки неплохая команда, но выигрывать можно, только тактически. Потому что если начнем их душить, то они потеряются и начнут волноваться. В первом периоде саровчане не смогли сдержать напор соперников и пропустили в свои ворота три шайбы. В перерыве ребята вместе с тренером обсудили ошибки и проработали тактику на второй игровой отрезок. По совету тренера ребята укрепили защиту и усилили нападение, благодаря чему забили два гола в ворота «Рубина». Более увереннее себя стали чувствовать. Самые основные ошибки – то, что не удерживаем игроков, медленно бегаем и в основном не понимаем друг друга. Игроки «Рубина» также задаваться не собирались. Пропустив две шайбы во втором периоде, кузнечане сменили тактику, усилив зону защиты. Ребята старались не просто победить, но создать максимальное преимущество по очкам. Надо выгрызать это время, больше забивать, реализовать свои моменты. Просто нужно играть в свое удовольствие, любить хоккей, играть по игре. В третьем периоде «Рубиновцы» забили в ворота нашей команды еще три шайбы. Сравчане не смогли сократить отставание. Команда «Рубин» победила со счетом 7-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова